2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Чаще всего люди видят любой повод в торжестве, как повод поговорить о спасении. Особенно среди верующих людей, которые знают, что Бог благой, милостивый и пользуются возможностью такой, как свадьба, сказать благую весть. Многие привыкли к этому, и поэтому для нас это не исключение. Не исключение тем, чтобы поделиться благой вестью, потому что каждый раз, когда мы делимся о Боге, мы предоставляем добрую весть. Добрую весть, что каждый из нас может, осознав свои пути, раскаяться, обновить свои отношения с Ним и изменить будущее. Потому что вчера, как я уже говорил, ты не можешь изменить. Вчера ты был совсем другим человеком. Сегодня 11 августа, как я могу сказать, мы в новом месте, и все бы ничего, если бы не все те обстоятельства, которые окружают нас. В прошлую субботу мы были буквально на первом этаже там, в этот раз мы уже здесь. Через буквально, надеюсь, не больше пяти недель мы перейдем на ту сторону улицы. Как еврейский народ блуждал по 40 лет по пустыне, надеюсь, что этого не случится с нами. Хотя уже за 15 лет существования общины мы уже девятый раз переезжаем. Знаете, как поднялась шахина, да, и переместилась, кто не успел, тот больше не пришел на собрание. Так оно бывает. Каждый раз, когда мы переезжали, я помню, когда мы только начали общину, это было не на Жуковского, следующая улица у нас, на Троицкой. Там дом пионеров был такой маленький. И когда мы дошли до ста человек, там же они не помещались, мы решили поменять наше местоположение. И нигде не могли найти, кроме любимой молдаванки, где, по нашему мнению, осталось еще много-много подпольных евреев. И к большому удивлению мы переехали туда, и мы половину людей просто потеряли по дороге. То каждый раз, когда мы перемещаемся, у нас есть такая тенденция, как у еврейского народа, где-то забываться и потеряться в пустыне. Но все равно. Мы часто, как верующие люди, общаемся с другими. Может быть, подобные нам, кто имеет какую-то философию, где мы пытаемся поговорить о бытие, о мироздании. Потому что это наша сущность. Мы часто это делаем, да? Особенно, если это возможность с человеком, который, например, не знает о Боге, не знает, кто такой Иисус Христос или Иешуа Гамаши, как мы его называем в еврейском мессианской общине. Так называла его мама, Иешуа. А Гамашиах – это значит помазанник. И мы пытаемся с ними говорить о сущности бытия. Мы говорим о том, что оставим свою точку зрения, во что мы верим. И как вы увидите, Хупа является идеальным примером любви к Богу, человеку и мессии к его общине. Итак, многие люди, приглашенные здесь, имеют личное отношение или мнение о самой личности Иешуа или Иисуса, Поэтому я не буду спорить о мнениях. Я не буду говорить, кто он и что он, но хотел бы сказать другое. Люди всегда спорят о его божественности, его предназначении, кто он и что он. Я сегодня дам необычную тему для всех нас, но необычную для множества людей. Необычную почему? Потому что, когда мы говорим о бытии, о мироздании, у нас всегда существует много мнений, а где два еврея, там всегда пять мнений. Вы понимаете, да? И ты прав, и ты прав. Не может быть два человека права, и ты права. Милая, да? Так мы всегда говорим. Где два еврея, там всегда пять мнений. Но мы о чем иногда спрашиваем, люди спрашивают, те, кто любит кошек или собак, да, вот особенно, очень-очень любят это животное, кошечка или там собаки, да. Кто-то детей смотрел, все собаки идут в рай, да, есть мультик такой. Вопрос тогда, сотворил ли Бог особенное место, как так называемый животный рай. Если он, люди начинают спорить, если мы так сильно любим этих детей, наших близких, родных, кошечек и так далее, и так далее, и тому подобное, значит, должен там быть и еще тот рай. Ну, к большому удивлению узнаем тогда, когда попадем. Потом, есть такие мнения, какие так интересуют многих людей. По причине разного мышления о том, сколько или разве Иисус и Иешуа единственный путь к Богу. Ведь есть множество путей, множество путей. И у некоторых существует такое мнение, потому что, когда так страшно на небесах попадать, почему? Потому что вопрос следующий, особенно, когда касается разговора мужчин, когда разговаривают, они такие немножко напряженные. И спрашивают, они такие иногда, а секс на небесах будет? Или только для избранных девственницы? И ты понимаешь, что у людей совсем другое мнение о небе и так далее. Я понимаю, что сейчас люди не привыкли к такому, как бы, к подаче такого Евангелия, где мы прямо разговариваем. Ты хочешь сказать, что Иисус единственный путь к Богу и попасть на небеса, на пир? Есть множество путей. Попасть в рай без принятия Иисуса, вообще, как бы, это нелогично. Может быть, еще другие, кто мог бы предоставить нам этот путь? Разве он только один, кто предоставляет вечную жизнь? В последнее время многие социологи делают опросы населения, особенно, знаете, среди верующих людей. К большому сожалению, к моему большому сожалению, потому что, учащийся в семинарии, я преподаваю по всему миру, я понимаю, что у людей в последнее время, особенно с развитием интернета, существует очень много мнений о том, как должно быть и что должно произойти. Даже среди протестантских общин, на вопрос, кто такой Иисус, и о его позиции, стоит неадекватная реакция. Ты спрашиваешь, кто он, и они не могут тебе объяснить иногда. Многие говорят, что Ишуа, как по-еврейски называла его мама, не единственный путь, потому что наслушались всего того, чего не нужно слушать. Даже христиане сегодня не уверены в том, что он единственный, через которого можно спастись. Они начинают думать о законе, о Моисее, о других каких-то пророков, о каких-то других книгах. Друзья, хочу сказать, что мы не правы, когда мы думаем, что есть еще другой путь. И вообще, кто прав, кто виноват, вот в чем вопрос, да? Вот в чем вопрос, кто прав? Как быть уверенным на все 100% в выборе вероисповедания? У каждого из нас, может быть, стоял этот вопрос, или же во время разговора кто-то говорит, дай мне 100% как бы залог того, что я буду с Богом, и почему твоя вера является 100% или 100% гарантией в отношении с Богом? Как могут миллионы буддистов или мусульманов идти в ад? Даже можно сказать, чуть ли не миллиард. А если буддисты или индуисты, или буддизм, индуизм является большей половиной мира этого, с чего это христиане взяли, что Христос является единственным примирением с Богом? Если вы так думаете, а я знаю, что есть люди приглашенные, имеют свое мнение, то возможно поговорить об этом. Можно поговорить о том, что сколько путей или сколько дорог у Бога к Богу. Давайте поговорим об этом. Существует мнение, что все религии учат практически об одном и том же. И чаще всего даже вы проезжаете возле новых построенных мечетях или же других местах, где говорят, Бог один, Бог один. Или я проезжал недавно возле другой мечети, написано, ислам это религия народов. И там ислам это религия мира. В сущности, все религиозные учения или же движения, практически они все сформированы на выводе, можно сказать, в таком атеистическом коммунизме, который перекочевал к нам из прошлого. Что я имею в виду? Они говорят о том, что этика, мораль, миролюбие лежит в основе большинства религиозных течений. Думаю, что Маркс был прав. Религия – это опиум для народа. Но личные отношения с Богом он не включает в эту рамку. По этой причине многие видят в этом сложность бытия. Но важная часть различия в том, что когда мы говорим об личности самого Спасителя, Ишуа Мессии или Иисуса Христа, там начинается самая большая дебата. Самые большие дебаты. Да, в действительности большинство религий, они в основе своей имели мораль, этику, миролюбие. Большинство знаменитых религиозных личностей в истории обращались к своим адептам, говорили им следующее. Я хочу поговорить, я хочу сегодня засетить то, во что я и то, что мы верим. Они говорили, следуй за мной, и я покажу тебе, как найти истину. Чаще всего, и это существует даже в протестантских церквях, эти неправы, у них нет истины, давайте приходи ко мне, я покажу тебе настоящую истину. Тот же подход. Большинство, как сказал, знаменитостей, в религиозном мире, прошлого и настоящего, они говорят так, следуй за мной, я покажу тебе, как найти эту истину. Иешуа же говорит, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, Иешуа сказал им, я есть, путь истины и жизнь. Он не говорит, я покажу тебе, как примириться с Богом. Он говорит, я есть, я. Другие говорят, следуй за мной, покажу тебе, как спастись. Иешуа говорит, Иоанна, 17 глава, 3 стих, сия же есть жизнь вечная, да, познают тебя, единого истинного Бога, и пославшего тобою, Иешуа Мессии. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет, разум, да познаем Бога истинного, и да будем истинным Сыне Его, Иисусе Христе, Иешуа Мессии, сей есть истинный Бог, и жизнь вечная. Говорят, я покажу тебе, как спастись, а Иешуа говорит, я есть спасение. Даже его имя, с еврита, означает спасение. Он говорит, я есть спасение. Они говорят, следуй за мной, я сделаю тебя светом. Ты прозришь, ты будешь сиять, ты очищаешь свои мозги, разум, ты будешь видеть небеса. Иешуа говорит, Иоанна, 5 глава, 5 стих, доколе я в мире, я свет миру. Следуй за мной, и тебе откроется множество дверей, путей, откроется множество этих дверей, которые ты познаешь Бога. Иешуа делает это очень узким, отвечая, я есть дверь, кто войдет, ноет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Если смотреться в религиозные основы большинства религиозных сообществ, ты сможешь заметить постоянные законы, обрядности, правила, приношения, изнурения для умилостивления их богов, множество ограничений какими-то обязанностями, чтобы расположить богов к тем, кто их ищет. Но в личности Иешуа открывается Бог, который снизошел к человеку. Большинство людей понимает, что есть кто-то там на небесах, с которым нужно иметь мир. И как часто говорят у нас в Одессе, у тебя должно быть все хорошо, или у тебя должно быть шоколаде с Богом. Только человек пытается достичь, потому что он понимает, что необходимо примирение. Но в данный момент Иешуа о своей личности прямо говорит, я в них, а ты во мне. Да будет совершенный воедино, и да познает мир, что ты послал меня. Они потянулись ко мне, а ты послал меня к ним. Иоанн, когда видел Иешуа, говорит, я не знал его, но до того пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю, чтобы Иссия был явлен Израилю. Плоть, слово стало плотью, обитал посреди нас. В Танахе есть нечто, что не предостерегает, нас от ложных богов. И выразил это Еремия. Для чего мне ладан, который идет из Саввы, и благовонный тростник из дальней стороны, всесожжение ваше неугодны, жертвы ваше неприятны мне. Потому что Бог уготовил что-то лучшее. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. Посему Мессия, входя в мир, говорит, жертвы и приношения, ты не восхотел, но тело уготовил мне. Я хочу, чтобы вы понимали, во что мы верим. И является ли Иешуа, Иисус, этим единственным, единственным, через которого может быть примирение с Богом. Сегодня я заявляю вам прямо, да. И послание к евреям, 10 глава, 8 стих. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоволил, но приготовил тело для того, чтобы Бог пришел и спас мир. И все же, делая непоправимые вещи, мы чувствуем себя отдаленными от Бога, и это мы конкретно понимаем и ощущаем. Это называется грехом. Когда даже человек, который не знает Бога, он делает что-то неправильно, и он чувствует, что это неправильно по отношению человека и Бога, это называется грехом. Посему Исаия, один из пороков израильских, говорит, но беззаконие ваше произвели разделение между нами, вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Я обращаюсь сегодня ко всем вам, ко всем верующим, чтобы мы имели твердое основание не в наших дебатах, а в нашей жизни, в кого вы меряете. Ишио сказал следующее, Иоанна 19, глава 30 стих. Ишио, вкусив уксус, сказал, совершилось. Преклонил голову и предал свой дух. Есть большая разница. Предоставляемая возможность многим религиозным лидерам говорить о том, что есть примирение с Богом, что да, ты чувствуешь себя плохо, по этой причине тебе необходимо что-то сделать. Тебе нужно принести жертву, тебе нужно читать или поститься, тебе нужно сделать что-то, чтобы Бог тебе благоволил и, наверное, возможно, где-то Он простит. Но Ишио сказал, свершилось. Когда они говорят, что нужно что-то сделать, Ишио сказал, тебе ничего не нужно сделать. это уже совершено. 14 глава Иоанна, 9 стих, Иисус сказал Ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видишь и меня, видел отца, как же ты говоришь, покажи нам отца. Если мы знаем, кто такой Иисус, еще о нашем шеях, тогда мы понимаем, то, то, что сделано было на Голгофском кресте, уже совершилось. И те, которые говорят, тебе нужно что-то сделать, наверное не понимает, что есть один путь. Я вам расскажу разницу между сделать и сделано. В зеркальной притче двух, по-человечески говоря, лидеров, притча, которая рассказывает Ишуа о блудном сыне, каждый из вас помнит, но не каждый знает, что зеркальной притчей у Будды был также тот же блудный сын, который ушел отца, взял свое имение, вернулся обратно. Разница между двумя не потому, что они похожи, а разница в том, какой был исход, чем она закончилась, эта притча. У Будды возрастившийся сын потом ушел, чтобы отрабатывать или же заслужить то прощение, которое он получил при возвращении. Он отрабатывал это прощение, пытаясь угодить и показать, насколько он доверяет и как он может страдать ради того, чтобы вернуться домой. в притче о возвращении блудного сына к отцу совсем другая история. Отец закатил пир и ни разу не сказал, что ты мне должен. Он был рад, что он вернулся, был мертв и ожил. Есть разница. Поэтому Ишуа является единственным, через кого можно познать Бога. Вы можете думать, что все религии одинаковы. Возможно. Вы имейте это право. Как я уже сказал, большинство из них ориентируется на то, чтобы Бог один. Но каждый имеет свой путь. Я вам скажу честно, я смотрю много дебатов и иудеев. Вижу дебаты и мусульман с христианами. У них есть свой аргумент, который имеет право быть. Но вы знаете, я скажу одну вещь. Бог у нас не шизофреник. Чтобы частью земли дать одну религию, дать другим другую, конфьюзию принести и сказать, все равно ко мне все придет. Тогда зачем вообще верить? Если вся земля и все, что на ней, мы живем или умираем, и вся Господня, то зачем тогда и вера вообще нужна? Если он каких нас сотворил, так и пускай принимает. Но здесь говорит совсем другом. Например, в индуизме говорят о том, что есть множество богов. И они базируются на том, что есть множество богов, свои боги. У каждого свой путь. Ислам отрицает Иешуа как бога. Также иудаизм. А Будда вообще не верил в бога как такового. И в истории Иешуа говорит слова, которые, наверное, прямо, прямолинейны. То, о чем он заявляет о себе. Опять говорит Иисус к народу и сказал, Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет жить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанна 11, глава 25 стих. Я есть воскресенье и жизнь. Верующий меня, если умрет, оживет. 14, глава 6 стих. Я есть путь истины и жизнь и никто не приходит как только через меня. Все эти комментарии весьма промолинейны. Он жестко ставит все на свою позицию. Других путей нет. Друзья, других путей нет. Абба пытался сделать нечто называется законом, чтобы каким-то образом показать свою любовь к народу, чтобы тот народ, который пал от Адама, смог вернуться к праведности. Этим он заявляет, что только он является тот путь. У нас есть выражение, когда люди что-то не хотят сделать, да, особенно, когда дети не хотят что-то сделать, вернее, хотят что-то сделать, а мы как родители говорят, нет. Но выражали такое, только через мой труп. Когда мы хотим достичь Богу, Бога вообще, хотим сделать то, что всем другим не нравится, да, а Иисус говорит, только через мой труп, друзья. Другим путем не будет, только через меня. многие люди воспринимают Ишу как одного из великих людей своего времени. Говорят, действительно, он бы хороший рабик. Вы себе книги почитаете и раввинов, которые, современных раввинов, которые делают комментарии, и вы прочитаете простую вещь, они скажут, что Иисус Ишу из азарета, они не знают, Ишу Он был настоящим иудеем, он чтил Бога, чтил законы, он был правоверный, но когда касается его личности как Бога, здесь уже ведет проблемы. Воспринимают уникальным учителем, пророком или целителем, но очень болезненно воспринимают его позицию как Всевышнего. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вначале оно было у Бога, с Ним обитала в нем полнота, и в один момент. Это слово пришло и одело плоть. Вы скажете, как это возможно? Знаете, когда разговариваю с иудеями, говорят такие интересные вещи, правильно говорят. Мы понимаем о мессии и так далее, о пророчестве, о том, что он должен прийти. Скажи, ты не тот, кто на самом деле верит, что он родился без секса. тут типа непорочное зачатие. Я говорю, давай задайте вопрос, как любое иудеи, иудеи, дайте вопрос на вопрос. Я говорю, вообще, ты как бы веришь в Танахин в начале, где написано в начале Багашиит, в начале Господь сотворил небо и землю. Чем он их творил? Ты веришь, что словом? Взял Бог и слово сказал и конечно верю, это штанах написано. Я говорю, ты понимаешь, что ты говоришь? Захотел Бог, сказал и слово стало плотью. Они замолкают. Если ты веришь, что Бог всемогущий сотворить всю землю, всю вселенную, он могущий сотворить в отшреве то, что нам может быть непонятным. Для нас природное. Луки 9 глава 20 стих. Он же спросил их, а за кого вы почитаете меня? Каждый из нас может спросить. И я спрашиваю вас, за кого вы почитаете Ишу из Назарета? Конечно же, Петр сказал за Христа Божьего, то за Мессию. Хочу сразу сказать, нам нужно определиться. Нам нужно определиться в своем сознании. Если он человек, то тогда он весьма божевольный, сумасшедший. Потому что то, о чем он учит, если почитаете его учение, то, о чем он подталкивает к чему, оно не подлежит логике нормального человека. И то, что он сделал на Глаговском кресте, не подлежит логике по-человечески. Зачем этому нужно было? Зачем? Просто я понимаю, когда муж отдает жизнь за свою жену, беги, милая, я остановлю этот поезд. Может быть, когда во время войны люди отдавали свою жизнь, спасая десятки людей. По причине, чтобы просто остановить врага. Но в учении Иешуа, если он человек обыкновенный, да, тогда нет логики. Причина его смерти, причина самостоятельно или добровольного сдачи, добровольного страдания, добровольного лечь на крест и умереть. Нет логики. Но если он Бог, оставивший красоту неба, обнищал ради нас, воплотился сущность человека с целью искупления человечества, не даже ради учения или каких-то чудес, он не пришел ради чудес, он не пришел ради того, чтобы учить и научить, он говорит о том, что я исполнил все то, что написано в Танахе, он пришел с одной целью, примирить нас с Богом. Хорошо, если мы определились, что он единственный во Вселенной и нет других путей, это мы так понимаем, что если он эксклюзив Божий, единственный план примирения с ним, тогда мы стоим очень твердо, правда но звучит это весьма категорично и даже фанатично в нашем лице, а иногда это даже очень похоже на сектантство. Я скажу вам, будьте тверды в вашем понимании. Возможно в мире толерантности, когда мы имеем, мы говорим, политически быть корректным, мы можем использовать другой слоган, что Иешуа наверное наилучший выбор Божий был. Мы можем так сказать, но нет. Мы категорично заявляем, что он единственный, да и сам он себе говорит, что он единственный путь. Просто я хочу спросить вас, кто из великих начинателей религиозных движений, то ли это буддизм, то ли это может быть индуизм, или же мусульманство. Я ни в коем случае не хочу унизить их нервы для расповедания, потому что даже мусульмане говорят о том, что Иса, Иисус, истина это мессия, которого его ученики возвели в ранг Бога, по этой причине Бог забрал его на небеса в плоти, но когда он вернется, он вернется как царь и будет всех судить. Понимаете, да? Сущность Бога, Божества в нем они исключили. Один из примеров. Кто из этих людей предложил свой вариант любви? Кто из этих людей умер, а более того воскрес для нашего оправдания? Очень часто рождаются дети с желтушкой такой, Большинство каждый ребенок. Но если так он немножко чересчур желтенький, да? такой не похож на всех остальных, скажу так, молодые родители сразу идут в панику, падают. Желтый, худой, будет ли его человеком? Вообще, станет ли человеком? Истина, в чем? Доктор приходит и говорит, вы не переживайте, ну это не к смерти, но что нужно сделать, ребеночка нужно просто поместить под сине-белые что? Лучи, лампочку. Все, что нужно сделать, положить его под лампу. Но если родители немножко сомневаются в терапии доктора, и он говорит, это единственный путь, как это сделать, единственный путь. Вы скажете, да, и все будет нормально. Но если вы сомневаетесь, вы думаете, о витаминам, надо давать, дайте давать витаминам, мама будет кушать все подряд, витамины и давать ребеночку, пройдет немножко время. А давайте его компрессорами отбелим. Может станет легче, может быть, но дольше. Знаете, когда доктора говорят о том, что это единственный путь, и самый безболезненный, просто ему не хватает лучей солнца и все пройдет. И проходит у одних за два-три дня, до месяца это происходит. Услышьте меня. Мы с вами имеем это состояние несовершенства. Мы рождаемся в этот мир с пороком, рожденный от Адама, да? Мы переходим в этот греховная природа к нам. нам нужна терапия, которая называется свет Божий в лице Ишуа, Мессии, Евангелия. И Бог говорит, послушай, тебе все, все нужно, встань в этот свет. Ишуа, говорит, я свет миру, я свет миру. Мы, ты подумаешь, может быть, добрыми делами я проложу тебе дорожку в рай. Мы можем верить, что эти черты, характер, с которыми мы родились, это от Бога, и потому, зачем все менять, потому что, если он мой творец, он должен принять, каким есть. Реюлянам 3, 23, говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем все согрешили в Адаме. Делая добро или не делая зла, не способствует нам принять, вернее, приближение к Богу. Делая добро или не делая зла, не помогает нам приблизиться к Богу. религия не дает тебе мира с Богом. Как я уже сказал, правильно было сказано, религия опиум для народа. Членство церкви или принадлежность какой-либо одной или другой религиозной секте, догмы, классы для подготовки к членству, обрядность или традиции не смогут дать тебе билет в рай. Не смогут, друзья. все то, что мы дальше делаем после принятия мессии, является нашим утверждением и заявлением моего решения. Без принятия и веры в Иисуса как личного спасителя, единственного ответа для человечества, невозможно иметь гарантийного места за столом в Царстве Божьем. Невозможно. Деянием 4.12 Ибо нет другого имени под небом данного человека, которое должно было бы спастись. Нет другого имени. А если были бы возможны принятия других путей, тогда зачем Богу нужно было жертву? Вы слышите, если там был какой-то еще путь, если там была какая-то возможность, поверьте мне, Иванг говорит, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына какого? Любимого сына. Такими словами, он отдал самому себя то, что больше всего любил. Вы скажете, где-то не кажется ли вам, что вы как-то так здесь Бог отец, есть сын и так далее. Знаете, я прочитаю дальше несколько вещей, которые очень важны. Ответьте мне несколько вопросов. Если человек умер и воскрес, кто воскресил его? А, медики, которые приехали на скорую помощь зарядом 10 тысяч вольт, хлоп, и возвратили его обратно. или через время он умер и через время Бог делает что-то и он воскресает. Бог делает воскресение. Но интересно, Ишуа говорит, я того воскрешу последний день. Здесь на земле его была функция жертвы за нас. На небесах не только ходатай, но исполнитель того, что невозможное. Самое важное в этом заявлении, которое Ишуа говорит, я, что всякий верующий в него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную в том, что каждый человек приглашается и нет исключения. Он не говорит только иудеям. Вот интересно, что Ишуа говорит, я пришел к своим. И Бог послал Мессию в свой народ. Ее мама была еврейка, обрезанная по правилам. Все как нужно. Тору читал, приходил в синагогу, но Он никогда не сказал, что я пришел только ради вот этой маленькой горски искателей Бога евреев, живших в иудейской пустыне, как раз возле самого глубокого падения на земле, самой низкой точки на земле у мертвого моря, там маленькая кучка евреев, вот для них я пришел, все остальные не в счет. Он говорит, всякий, кто поверит в него, каждый, кто будет верить того, кого послал Бог. Базовый принцип религий дела. Мы так устроены, поверьте, мы так устроены, даже если мы поссорились со собственной женой или мужем, где-то где-то мы сделали какую-то бяку, да, мы сразу ищем себе оправдание в законе, а закон простой. Как помните из фильма «Женщине цветы, детям мороженое». Законно. И сразу мир приходит. Мы так устроены, чтобы искать примирение с Богом. Каким-то образом, чтобы получить, если не спасение, хотя бы какое-то боговоление, чтобы у нас все было хорошо, чтобы не наказал. Если вы спросите у религиозного человека, который практикует шахарит, молитвы по утрам, полагает филин, намаз, там еще всевозможные воскурения, да, бить себя в грудь, какие-то такие дела делаешь, чтобы примириться. Если вы спросите у этих набожных людей, которые праведны, а ты уверен, что делая это, ты попадешь на небо, в ответ будет простой ответ, Богу известно, куда я попаду. Богу известно, одному Аллаху известно, что будет завтра. Но Иешуа заявляет следующее, послушайте, я обращаюсь сегодня к людям, может быть, где-то у вас без дисбаланс в голове где-то находится. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий слово мое, и верующий, пославший во меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Он говорит, я как Бог, буду воскрешать его в последний день. истинно, говорю вам, верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сотворит, потому что я иду к Отцу. Я иду к Нему. Всякий верующий в Него не посадится. Вы знаете, еще есть более четкие послания, которые говорятся в Евангелии от Иоанна. верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Возможно, вы не согласны с тем, что говорил Ишува, как Он учил. Вы можете иметь право не соглашаться с тем, как Он учил. Но мы не можем его поставить в одну лесенку с другими религиозными деятелями. Он не вписывается туда. Он не вписывается в эту линейку, кто из них лучше. Потому что даже на земле в юдаизме кинул вызов. Он единственный, кто исполнил закон, указав на его несовершенство. Так как человек выполнить написанное в полноте не может. А что Бог написал, который Он дал закон и Сам его исполнил. Через этот закон оправдываются все, те, кто верят в Него. Потому что Бог воскресил его из мертвых. Конец закона Мессия. Это упование наше. Иешуа единственный и у Бога нет другого плана, нет других правил искупления. Иеремяху, Еремея, Иеремея 9, 11 из любимых пороков в юдаизме. Ибо только я знаю намерение, как и я имею вас, говорит Господь намерение во благо не на зло, чтобы дать вам будущее надежду. Вот полагаю на сегодня камень приткновения. Камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Павел, правший улиц, цитирует Исаия 28 главу. Крест позора стал местом усыновления для каждого из нас, местом примирения. А мы проповедуем Мессию распытого для иудеев это соблазн, а для еленов, то есть для неверующих это безумие. Для самих же призванных и иудеев, и еленов Христа Бога, Божью силу и Божью примудрость. Как я уже говорил, сегодня вы станете свидетелями божественной церемонии, отображающей иудею Божьей любви к нам и желание Творца быть с Его творением. Хупа не просто законная церемония соединения двух сердец, но наглядное пособие, как Бог любит всех нас. Картина искупления и единственное восстановление человека с Богом. Ефесянам 5, 25 говорит, мужья, любите своих жен, как мессия возлюбил свою общину и отдал себя за нее. Говоря об Иисусе как единственном ответе для человечества, я ни в коем случае не выгораживаю христианство как идею единой религии, которую Бог избрал для примирения с Ним. Абсолютно. Услышьте меня, пожалуйста. Я не выгораживаю христианство как религию, которую Бог избрал для примирения с собой. Я выдвигаю мессию единственным искуплением для нас. Не христианство, а мессия. В традиционном христианстве вы достаточно встретите богобоязненных людей, которые чтут религию, которые сомневаются в своем усыновлении. Дети они божьи, не дети. Они сомневаются, они спасены или не спасены. Они сомневаются, что их имена написаны в книге жизни, где на емке пур мы как в евреи мы молимся к Богу, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни. А Иешуа говорит следующее, не радуйтесь тому, что бесовым повинуется, а тому, что ваши имена написаны сейчас, а не написаны в небесах. Мы должны в это верить, если мы исповедуем, как бы уверены в правильном выборе. Я прочитаю вам один отрывок, который мне прислали по интернету. История. Это история, это как притча, но в ней заключены очень интересные фразы, которые заключают то, что я сказал. Один судья по исповеданию мусульманин позвал в гости христианина по имени Ава. Ава это отец на еврите. Он наверное мессианский был, я не знаю. Который там работал, на тех местах, он был человека уважаемым, угостил его ужином и спросил, скажи мне, мудрый человек, вот я судья, я мусульманин и стараюсь жить по законам. Я честно сужу, не беру взятки, кормлю бедных, молюсь, соблюдаю посты, выполняю всю волю Аллаха, так неужели я не буду наследовать царство и аргумент. Ава отвечал ему, скажи мне, уважаемый, у тебя дети есть? Есть, ответил судья, а слуги есть? Конечно, слуги есть, а скажи мне, кто слушает тебя больше, слуги или дети? Спросил старец. Слуги? Слуги лучше, они каждое мое слово ловят, во всем угождают и стараются делать так, а дети часто строптивы, не слушают меня, своевнавны, своевольничают, отвечал судья. Старец следующий вопрос задает, а скажи мне, когда умирать станешь, кому свое добро ставишь детям или слугам? Конечно же, детям воскликнул судья, так вот и старством Божьим, ты можешь быть идеальным слугой, но наследство получит сын, а усыновление приходит только через Иисуса Христа. Говоря об этом, хочу обратиться ко всем, кто может быть где-то сомневается в своей вере, может где-то вы пересеклись, где-то вы поколебались, и вы может быть не совсем уверены, где этот путь, и вы пытаетесь найти другие пути, посему Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имя. И когда мир по своей мудрости не познал Бога, премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Как я сказал, для иудеев это юродство, да, такое, для всех остальных это безумие. Кто-то пришел и умер за всех остальных. Я бы хотел бы, чтобы мы перед тем, как начнется наша церемония, а буквально она начнется через 5-7 минут, если невеста с женихом уже есть, уже есть, мы как раз их чуть-чуть позовем сейчас, я бы хотел, чтобы мы преклонили наши головы. И если это послание кому-то коснулось, кого-то коснулось, я не буду говорить, давайте, выходите вперед, мы за вас помолимся, вы наследуете Царство Небесное. Я хочу вам сказать простую вещь, вот этот призыв, который в вашем сердце о выборе, он ваш, он не мой, я свой выбор сделал, а что до меня, я и дом мой, мы будем следовать за Богом. Я буду делать все усилия, чтобы мой дом был спасен. У тебя выбор, у тебя в твоем языке есть жизнь и смерть. Еще, говорит, те, кто будет исповедовать меня перед отцом, то есть, говорит, ты мой мессия, ты мой избавитель, ты один, единственный путь к Богу. Еще, говорит, я того буду исповедовать перед отцом моим небесным. Это ваш выбор. Много путей, много религиозных исповеданий, но я верю, от начала, от бытия, от Барашид, до сегодняшнего дня и дальше один путь, одно спасение, одна тфила, это Иешуа Мессия. Когда меня идеи иногда спрашивают, что я должен стать христианином, я должен теперь быть, как многие христиане, пренебречься с теми вставами и стоями, которым мы привыкли. Я задавал вопрос, а ты веришь, что он Мешиах обещанным Израилем? Если это да, то этого достаточно, чтобы спастись. Не дела, не дела и не твое членство, религиозная обрядность дают тебе спасение. Я даже вам больше скажу, даже не хупа, которая здесь, и молодые люди станут под нее, будет залогом ихнего счастья. Многие думают, так придем под хупу и Бог нас благословит. Как люди мы делаем так, как Писание говорит, мы благословляем даже врагов. Да или нет? И хупа не спасает. центром всего, центром любой семьи является Машех. Примиритель, примиритель. И только любовь, которая излилась в наши сердца и Духом Святым, и вот часть нашей жизни помогает нам сделать следующие шаги к примирению в семье. И об этом буду говорить. Давайте помолимся. Тот, кто хочет обратиться к Богу, просто положи свою руку на сердце и обращайся к Нему. Скажи Ему то, что ты думаешь. Может, о чем-то сожалеваешь и хочешь изменить свою жизнь? Просто пригласи в свою жизнь Его. Ни один религиозный лидер не умер. Даже Бал Шемтов, который является отцом хасидизма, умер собственной смертью. Ни один лидер не отдал свою жизнь за людей. Поэтому я считаю, что он истинный Машиев. Многие порочества не исполнились, потому что еще и весь время. Но сейчас время молитв. Авин Иши Башим Майм Отец Небесный. Я благодарен Господь, что в этот мир ты привел меня и каждого здесь. И те, кто придут еще после нас, и кто были до нас. Ты предоставил вечное спасение в лице Ешо Мессии. Спасибо тебе за это. И как в старые времена, когда люди, когда наш народ, он согрешал, и нужно приносить жертву за грех, мы верили в постановление данной Мошей, мы приносили в жертву невинное животное, но мы верили, что ты прощал наши грехи. Но жертвы и крови и сожжения ты не захотел, но приготовил тело Мессии, чтобы он взял грехи мои на себя. И сегодня для меня тоже нужна вера, чтобы верить в то, что говорил Исайя. Кто поверит от нас? Кому открыта мышца Господня? Кто? Это сложно поверить, но нужна вера. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты положил в наши сердца утверждение истины, что ты есть путь истины и жизнь, и никто не приходит к Отцу как только через тебя. И если здесь есть, которые осознают это, яви свою милость, свое чудо, подтверждение и измененную жизнь. И тебе слава, тебе честь и хвала за все. 2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Израэль.